только проснулся можно на самом деле опаздываем душе время без 10 9 но к сожалению так а тем как красавчик нам уже завтрак приготовил представляете вот заслеет пацан все уже в магазин сам ходит завтраки сам готовит для нас вот так вот владеть тёмик с короче умываемся быстренько завтракаем и отправляемся в путь на рандеву на часах сейчас без 15 и 10 в действия с рады вам и до сих пор в кемере бывает такое в общем все сейчас собрались выезжаем уже 10 минут одиннадцатого представляете мы сначала выехали забыли телефон вернулись потом поехали искать мирожки памперсы весь город проехали только в одном игрсе нашли в итоге вот едем в действенность рандеву короче а вот у нас вот так вот до сих пор жесть просто переживаем за то что возможно там сейчас все изменилось народу уже не так много подается и нет общей очереди если раньше например вам писали на 9 утра и всем было все равно все приходили к 9 были огромные огромные очереди вот сейчас возможно как ну к примеру взвало все изменилось и как в таможне например ты строго берешь талончик на 10 тебе ровных 10 надо прийти и это конечно печали ну ладно посмотрим как она будет держим кулачки как говорится на что же мы подъезжаем точнее подъехали заезжаем в этот геоч парковка битком и даже есть небольшая очередь на вход представляете очень переживаю за то что значит может посмотреть наши документы просто нахрен нас развернуть и сказать извините у вас было к десяти поэтому до свидания всего хорошего вот так это выглядит народа даже там на улице тусуется ладно я надеюсь что у нас это все будет час норм и нам повезет но мест нету вообще от слова совсем с парковкой здесь как всегда туго но нам повезло мы вот так вот просто как-то залезли вообще непонятно ну никому не мешая машины проезжают это очень хорошо ладно все идем там дальше посмотрим такая вот обстановочка здесь опоздали мы ровно на час но слава богу нас охранник хотя бы запустил он дети помогать и что только ничего не вывалилась все сейчас идем берем получается талончик и будем ждать потом вход и дубль два кадра первым нам снова выдали эти анкеты цель вашего получения внж чем можете доказать и вот это вот вся история бла-бла-бла ну сейчас что-нибудь пишем посмотрим что ты едешь сегодня будет напишем так ну ладно сейчас стоим пока в очереди я что-то беру бланк ну что пошлину оплачиваем да посмотрю сколько в итоге на взрослого 841 лира она ребенка по 600 лир на каждого прикиньте я вообще просто в шоке мы грубо говоря сейчас 20 с копейками тысяч на наши деньги просто оплатим пошлину нифига себе кстати на вопрос дают не дают внж тоже мы не знаем но очередь за отказами такая же как и была в январе когда мы получали хочет познакомились одним мужиком у него потопу жене дали внж а ему не дали вот он сейчас стоит и говорит еще теперь не знаю что делать перед хотел по старости лет и по краях пожить в итоге вот так и теперь то ли продавай эту квартиру то ли чего делай вот такой здесь рандом происходит на самом деле тупо вот кому-то дают кому-то не дают мы посмотрим как у нас будет возможно кому-то тоже будет нужно не спешите оплачивать пошлину я сейчас подошел спросил сначала пошлину потом к вам или сначала к вам потом в пошлину сначала сдать все документы а потом идете уже оплачивать пошлину потому что на приеме документов тоже могут зарубить ну что ж мы взошли в окошко единственное что у них теперь есть небольшие изменения не теперь не берут никакие оригинала вот например там когда в декабре мы подавались было все вообще по-другому а сейчас они у нас отправил что нужно чем миров сейчас идем что нужно обязательно сделать вот копии договоров двух экземпляров и мне и настенки вложить их и по сути оплачить тебе только госпошлину вот такая вот история как и ожидалось мы попали на обед поэтому сидим здесь место и забегаловки кушаем решили отсюда не уезжать дабы нужно сразу после обеда быстро платить ваш пошлину и без и без очереди подойти по это же окошко чтобы у нас окончательно уже все принял за копии отдали еще дополнительно 100 лир короче снова кучу денег и непонятно вообще получится ли получить или не получится стоим сейчас ждем когда откроется по и офис чтобы оплатить и кстати на всякий случай здесь оплата только наличными есть у вас такая же большая семья как у нас берите налички как можно больше потому что пошлина теперь конская оплату сделали все чеки у нас на руках идем снова в окошко такие здесь короче громовский простыми в виде чеков просто приндец минус 3 500 лир распошлина все все документы мы сдали осталось только откатать пальчики нам детям не нужно только нам ну и собственно все не прошло и до хрена часов не потрачено и до хрена денег ой все едем домой короче у нас даже пальчики не брали он посмотрел горит в базе есть все горит финиш до свидания гром до свидания ну все все посмотрим что сейчас будет в общем все сказать держите нас кулачки чтобы у нас получилось я очень надеюсь но те которые нам желают добра в кавычках они тоже не но вдруг все возможно нет так поедем путешествовать дальше вот так мы хотели сейчас после рандеву поехать в аланию кантохи в гости по ним как раз переехали но поняли что нет во первых и далеко и устали и вот это вот моральный истощение когда связываешься какими-то документами вообще просто но я не знаю у меня вот вообще будет очень сильно я вот прям не люблю все эти штуковины бюрократические ой поэтому едем домой отдыхать а вы с нами ехали мы ехали и решили знаете куда заехать в машине посмотреть как у нее дела вот она наша красавица немножко но по-крайней мере от солнца все накрыто кепка моя лежит все как есть здесь рядом машины раньше стояли с ней лучше все очень никого нету только наша да мы решили заехать попробовать а что если попросить у них какую-то часть вещей забрать из машины вдруг он сейчас разрешат то поздороваемся с ней лично это ехали до входа я что-то смотрю так много здесь людей что ну нет не будем и ничего спрашивать нафиг подождем еще чуть осталось подождать много уже ждем подождем еще маленько ничего страшного ладно хоть на машину посмотрели не даже левое переднее колесо наполовину приспустила почему-то так парковка вообще пустая на самом деле одни одни российские машины вообще стоят на таможне кстати на такие дела ну ладно ничего скоро заберем нашу малышку скоро заберем вы не поверите у нас пустили к машине вот это да нл я не знаю короче вот нам дали ключи наши ключики 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 вот сейчас заберем часть вещей как я рад вы даже не представляете ребята вот это да царите ты наша сладкая привет ты наше золото ай-яй-яй вот чуть спустила колесо но это да ладно опа а это багажник блин уже мы в машине в наш это невероятно ребятки смотрите мы в нашем салоне наша гитара все ну тут блин как же я рад вы себе не представляете лайвай вай вай холодос наш любимый но еще солнышко привет скоро мы тебя заберем вы не представляете как же мы рады ребята офигеть о наш толкан смотрите наш толчок мирошкин самокат от обязательно надо забрать упа блин если вы знали как мы любим эту тачку как она нам дорогая вот это да ну все давай детка жди нас скоро мы ее обязательно заберем отсюда и отправимся в путешествие на нашей любимой машине вы даже не представляете как я счастлив ребята просто потрогать прикоснуться посидеть за рулем малышка пока самое главное за что мы переживали за унитаз за газ за этот за холодильник я все открыл все проверил все посмотрел все вообще прям все идеально как и должно быть этот родной запах нашей машины я серьезно даже не могу передать эти эмоции сколько получается она там стоит уже февраль март апрель май и январь да почти 4 с половиной 4 месяца вообще вот эта встреча ой как мы будем рады когда мы прям заберем выкатим ее кстати такое ощущение что аккумулятор даже не подсел потому что я ну не стал ее заводить ничего просто повернул ключи и смотрю все загорелась вся приборка все хорошо все ярко очень вот так а нам сюда можно их на дождь не знаю ну ладно поехали и рожка спал и даже не знает что мы заезжали забрали мы его самокат не ручка сидишь ой мироса да все больше и больше вещей ставители просто капец и будто бы заново приехали я не могу ой мирошка рад его любимый телефончик да сыночек даже не сел да сынок нам наверно скоро съезжать с квартира мы только стульчик привезли понимаете есть нам не продлят да да мы будем съезжать между прочих квартир правда по куда пока не знаем куда ну ладно вон детишки рады мы очень рады что мы увидели тачку посидели в ней я серьезно я не могу передать свои эмоции насколько же это классно ха сесть в ту тачку которая является нашим домом это вообще невероятно мирошка очень сильно соскучился не только по игрушкам на еще и по своему стульчику так вот весь обед просидел аж сразу все доел так рад был вообще своему стулу как я машине также он стул мы приехали на рынок и наш любимый рынок прикиньте заходим на рынок и тут полный шок вообще морковь 60 лир килограмм не знаю что случилось с морковкой может там землю этой золотом посыпали 60 лир причем у всех нифига себе зато клубника везде по 30 и картошка подешевела была по 20 стал по 15 вот так вот решили взять детям кукурузу и удивило что здесь вот подачи прям как на шри-ланке не в пакеты а в лесу они чуть страшно вроде хотел без соли а вот все равно солью все держи а сколько денег мы нагрузили полную коляску общего нас и снизу и сверху и арбуз взяли огромный анталийский по 13 лир за килограмм клубники взяли если что не взяли это морковь но нафиг за 60 лир без морковки проживем серьезно 60 лир морковь нифига себе вот все что у нас получилось здесь 10 по моему килограмм апельсинов дынька она вроде короче такая зелененькая внутри зелененькая но очень сладкая такой сорт помидоры похожи на дагестанские но они не дагестанские горох персики в этот раз взяли в тот раз брали мы нектарины попробовать арбуз он половинка здесь килограмм 6 что здесь у нас салаты какие-то листья салата на огурцы вот такие огурцы кстати очень сложно найти в турции ну как знаете как вот мы привыкли пупырчатые вот такие вот вкусные они гладкие тыквочка тыква вообще традиционно всегда раз в неделю готовим тыквенный суп яблоки много килограмм и два килограмма колоба не и вот вот это все нам обошлось по моему в 500 лир вот такая поляна смотрите какой классный штук купил это для кемпинга висюлька обычно мы используем белевую веревку и прищепки но вот эта штука получается гораздо гораздо будет удобней здесь с двух сторон вот такие крючки которые можно хоть даже за машину прицепить хоть за какое-либо дерево дальше вот такие вот ограничители на каком расстоянии вешать вам прищепки плюс это не просто веревка это резинка которая тянется и растягивается все это дело до двух метров и вот они собственно сами прищепки видите металлические очень твердые ты просто растягиваешь на различном расстоянии вот например надо повесить вот эту штуку чей отвел прищепку пододвинул и дальше вот это двигаешь существенно вообще штука по ходу дела будет очень крутая и нам будет пригождаться но и выглядит будет и колхозно завершить этот выпуск мы решили на горной вершине тахталы высота 2360 пять метров так что берем вас с собой едем уже вечером на закате у нас тут тучки расходятся и как правило тахталы вечером часов от 7 вечера она всегда вот прям идеальная днем почему-то всегда затянута ну возможно это сейчас такая погода сейчас туда доедем ехать нам туда минут 20-25 от нашего дома и будем смотреть что там есть здесь слева море проходит ликийская тропа а нам нужно вот по указателю тахталы 7 км и хочу это хочу зашла к балм вот это подстава киньте вот кто бы знал где вот получить такую информацию что они уже закрыты то есть время даже 7 еще нету все закрыто прикиньте я так расстроен короче вход туда вот въезд отсюда въезд стоит 44 доллара представляете на взрослого дети до какого-то возраста бесплатно он сказал что наши бесплатно во прикол ну короче это но нет на канатке ты и потом из-за из-за вскакиваешь что сразу видимо здесь оплачиваешь и сразу те канатка включена видимо так короче я предлагаю так пойти туда пешком на самую вершину такой мини поход кто здесь кемере пишите мне организуемся и пойдем ногами обойдем все это дело вот здесь вот по реке и пойдем туда ногами вот так короче я расстроился сейчас посмотрим что здесь все с хотя бы дурки останавливаются зачем как можно у меня в голове не укладывается как можно закрыть эту вершину перед закатом ведь же именно там же самые интересные закаты как вообще это почему так это работает причем я даже знаю что там встречают рассветы но это видимо говорю люди ходят пешком сюда а чё здесь все стоят я тоже хочу остановиться да нет там ничего видео просто вниз ходит так ладно на рандеву сгоняли документы все подали осталось только ждать к машине съездили часть вещей забрали сгоняли на гору но не добрались к сожалению закрыты но и на это можно завершать данный видеоролик кто не поставил лайк самом начале прямо сейчас поставьте пишите комментарии как говорится держим кулачки ждем в следующих выпусках все увидим пока в следующих выпусках все увидимся пока а